Вархаммер 40 тысяч Ересь Хоруса Эпоха Тьмы Роб Сандерс Железо внутри Железо внутри, железо снаружи, железо везде. Галактика, пронизанная его холодными обещаниями. Известно ли вам, что Святая Терра состоит в основном из железа? Наш родной мир, Олимпия тоже. Большинство обитаемых планет и лун тоже. Истина заключается в том, что мы империум железа. Умирающие звезды сжигают свои железные сердца. А в это самое время тяжелые металлические ядра зарождающихся миров генерируют поля. Меря, защищающие жизнь, порой человеческую, от губительного сияния звездных старцев. Империи не просто завоеванные земли. Всякий железный воин знает об этом. Это сердца, бьющиеся ради общей цели, в унисон стучащие в пустоте. Это кровь, пролитая нашими легионос астартас, алая благодаря железу и в знак непокорности. Это железо внутри, и мы чувствуем его металлический привкус, когда вражеский клинок или пуля настигают нас. Тогда железо внутри становится железом снаружи, как это было в тот день, который стал первым днем великой осады малого Дамантина. Кузнец войны вышел на наблюдательную платформу. Он был в силовом доспехе, и толстая решетка застонала под его тяжелыми шагами. Керамитовые плечи железного воина поникли под грузом ответственности. Словно на них давила тяжесть намного большая, чем вес доспеха третьей модели. Он прошагал по платформе с решительностью полубога. Но то, как его шипованные латные перчатки ухватились за внешний поручень, свидетельствовало, что он мог и не пройти этого расстояния. Великан был вынужден остановиться. Хриплый кашель вырвался из глубин его бронированной груди. Вздымавшийся и опадавший в так мучительному неровному дыханию. Часовые имперской армии из ангельского 9-го охранного полка Адамантифрактов наблюдали за мучениями кузнеца войны, не зная, что делать. Один из них даже вышел из строя и приблизился, опустив дуло тяжелого карабина и протягивая руку в чешуйчатой перчатке. «Милорд», — начал солдат в маске, — «могу ли я послать за вашим апотекарием? Или, быть может, железным полотином?» Лорд-барабас Дантиох остановил Адамантифракта, тоже выставив перед собой руку в перчатке. Пока кузнец войны боролся с приступом кашля и судорогами, от бронированной пятерни оттопыренным остался лишь один палец. Потом, даже не глядя на солдата, огромный легионос Астартес выдавил. «Отставить охранитель!» Солдат отошел, и легкий ветерок шевельнул, истрепанный плащ железного воина, ткань которого представляла собой мозаику из черных и желтых шевронов. Под плащом скрывалось величественное великолепие силового доспеха. На тускло поблескивающем нагруднике, со знаком его легиона, виднелись следы ржавчины и преждевременного износа, из-за которых доспех отливал сепией. Воин был без шлема, лицо скрывала железная маска, которую он выковал сам. Лицевая часть маски являлась настоящим произведением искусства. Воплощением знака легиона, знака железной маски, украшавшего наплечник. На железном лице лорда Дантиоха, с решетчатыми отверстиями для рта и мрачных черных глаз, застыло угрюмое выражение и одновременно суровая решимость. В аркадах и на парапетных стенах шептались, что кузнец войны надел еще раскаленную маску, едва вынутую из горна, и молотом придал ей форму прямо на себе, а потом погрузил голову вместе с железом в ледяную воду, и кованый металл навсегда застыл вокруг его угрюмого лица. Схватившись за поручень и опустив могучие плечи, Дантиох поднял глаза прорези и жадно упивался безумной гениальностью своего творения. Шаденхольд — неприступная крепость, уникальная и смертельно опасная, получившая свое имя в честь тех мук, которые на глазах у Дантиоха и его железных воинов испытал бы враг, имевший глупость напасть на нее. В процессе приведения к согласию, как часть стратегии императора и по его священному указу, в тысячах миров соорудили множество бастионов и цитаделей, чтобы авторы Великого Крестового Похода могли следить оттуда за новыми владениями и подданными бесконечно расширяющегося империума. Многие из этих галактических редутов, замков и фортов спроектировали и построили железные воины, братья Дантиоха. Четвертый легион не знал себе равных в искусстве введения осадной войны, обороне крепостей и их осады. Однако ничего подобного Шаденхольду галактика не знала. В этом Дантиох был уверен. Бледные губы командира железных воинов бормотали под маской нерушимую летанию. Владыка наш, императоры, сделай меня инструментом твоей непреклонности. Там, где тьма беспросветна, не спошли нашим стенам холодное презрение. Там, где безрассудный враг уязвим, дай нам силы наступать. Там, где поселилось смертельное сомнение, позволь воцариться решимости. Кузнец войны одарил Шаденхольд всеми современными фортификационными сооружениями, концентрическими горнверками, бункерами, огневыми мешками, округлыми цитаделями, оружейными площадками и смертоносными башнями. Крепость являлась чудовищным образчиком военного искусства 30-го тысячелетия. Для Дантиоха, однако, самым главным была дислокация. Без естественных преимуществ в виде материала, высоты и окружения, все прочие архитектурные ухищрения казались не более чем бесполезными украшениями. Крепость, построенная в стратегически слабом месте, неизбежно пойдет. Как это выяснили многие собратья Дантиоха из других легионов, на ранних этапах приведения к согласию, даже у имперских кулаков случались неудачи. Дантиох возненавидел малый Дамантин с того самого мгновения, как ступил ногой на эти ужасные камни, и в тот же миг почувствовал, что планета тоже его ненавидит. Этот мир будто не желал его присутствия здесь, и тактическая чуткость кузнеца войны сразу отреагировала. Он мог использовать враждебность окружающей среды Дамантина себе во благо. Маленький планетоид находился в плотном облаке из вращающихся обломков скал, металла и льда, из-за чего с самого начала казался каким-то недоделанным и опасным. Крейсеры 51-й экспедиции, доставившие сюда кузнеца войны и его железных воинов, с трудом пробрались через это облако. Хотя сила тяжести на планете была приемлемой, а в нижних слоях атмосферы имелся кислород, что делало возможным создание аванпоста. Над ее поверхностью свирепствовали ураганные ветры и сверкали молнии, а небо затянули высококоррозийные кислотные тучи. Здесь не было жизни, ничто живое не могло существовать на этой поверхности. Кислотная атмосфера пожирала доспехи и орудия, словно голодный зверь, стремительно сдирая слой за слоем, в попытке добраться до плоти и крови легионос Астартес, укрывшихся внутри. Даже в самых надежных доспехах здесь можно было протянуть не больше нескольких минут. Единственный способ пробраться вниз – ответственное скоростное пикирование на грозовой птице. И то лишь в том случае, если пилот будет достаточно опытен, чтобы пронзить сплошную облачность и попасть в один из узких бездонных карстовых колодцев, испещрявших поверхность камня. Вследствие какой-то ошибки природы на ранних стадиях развития Дамантина кору планеты пронизывали воздушные карманы, полости и огромные открытые пространства. Система пещер, ошеломлявшая размерами и запутанностью. В качестве идеального места для своей крепости Дантиох выбрал самый центр этого безумия. В сводчатом подземном пространстве, столь огромном, что формировались даже собственные примитивные погодные условия. Железо рождает силу. Сила рождает волю. Воля рождает веру. Вера рождает честь. Честь рождает железо. Такова нерушимое летание. Да будет так во веки веков. Доминум император асферум айтурнум. Власть императора и железо вечное. Железные воины были не первыми, кто сделал малый Дамантин своим домом. Под поверхностью скалистого мира кипела жизнь, развивавшаяся в глубине и во мраке. Единственную реальную угрозу для избранников императора представляли мегацефалоподы. Чудовища, которые бесшумно передвигались по пещерам с помощью извивавшихся щупалец. И могли протолкнуть свои резиноподобные тела в самые сложные из туннелей, пробивая новые проходы титановыми клювами. В первые годы пребывания на малом Дамантине легионос Астартес вели войну на уничтожение с этими существами. Казалось вознамеревшимися разрушить все, что четвертый легион пытался построить. Когда эти опасные твари были практически истреблены, Дантеох начал возводить величайшие из своих творений – Шадонхольд. Пока железные воины сражались с хтоническими чудовищами за господство над планетой, Дантеох заставил своих апотекариев и советников из Адептус Механикус как следует потрудиться над созданием рабочей силы, которая построит его мегакрепость. Лаборатории железных воинов усовершенствовали генетическую разновидность рабов-воинов, известных как сны Дантеоха. Хотя лицо кузнеца войны много лет скрывалось под бесстрастным железом маски, черты его ясно угадывались в ужасных лицах гигантов, построивших Шадонхольд. Будучи выше и мощнее космодесантников, генопотомки при помощи одной физической силы своих чудовищных тел добывали, перемещали и обрабатывали камни, из которых строилась крепость. Кроме физической мощи, солдаты-рабы отчасти унаследовали от своего генетического отца холодное техническое мастерство. Шадонхольд не стал обычным, наспех сработанным сооружением из камней. Это был громадный образчик стратегического и осадного искусства. Когда строительство крепости завершилось, сыны Дантеоха освоили новые для себя роли, занявшись обслуживанием и эксплуатацией цитадели, а также вошли в состав ударных частей ближнего боя для концентрических зон поражения во множестве устроенных в ней. Болеющему кузнецу войны нравилось быть в окружении этих могучих существ, подобии его самого в пору юности и физического рассвета. В свою очередь рабы-солдаты почитали своего генетического отца с простой непоколебимой верой и преданностью. Верностью императору, как отцу-примарху, и примарху, как своему собственному отцу. Я не устаю любоваться ею, раздался голос у него за спиной. Это был Зигмунд Тараш, железный палатин Шадонхольда. Дантеох хмыкнул, прекратив бормотать молитвы. Вероятно, за ним послал Адамантифраг. Или, возможно, у железного палатина были какие-то новости. Космодесантник встал возле поручня рядом с кузнецом войны и залюбовался великолепной крепостью, высевшейся над ними. Хотя Дантеох был кузнецом войны и старшим по званию в гарнизоне из тридцати железных воинов, оставленном здесь, пятьдесят первым экспедиционным флотом, Из-за своего состояния он был вынужден передоверить ответственность за крепость и ее повседневную оборону другому. Он выбрал в железные палатины Тараша, поскольку у этого космодесантника были характер и воображение. Холодная логика четвертого легиона не раз сослужила железным воинам добрую службу. Но даже среди них попадались такие, чей вклад в дело согласия был большим, нежели просто жажда завоевателя. Те, кто ценил красоту человеческих устремлений и достижений, а не только испытывал тактическое удовольствие от победы и наслаждался битвой. «Напоминает ночное небо», — сказал Тараш своему кузнецу войны. Железный палатин кивнул сам себе. «Мне не хватает неба». Дантиох никогда прежде не думал о Шаденхольде с этой точки зрения. Несомненно, такой взгляд на крепость стал последним штрихом в остроумном проекте кузнеца войны. Ибо два железных воина стояли на круговой обзорной платформе, идущей вокруг шпиля самой высокой крепостной башни. Только шпиль этот тянулся не к небу и даже не к своду пещеры, а указывал вниз, на ее дно. Шаденхольд был высечен из гигантского конусообразного скального образования, выступающего из свода пещеры. Дантиох сразу оценил потенциальные выгоды такого местоположения и поручил своим людям тяжелую и опасную задачу — вырубить цитадель, перевернутую вниз головой. Она свисала крышами вниз, но все помещения, лестницы и детали интерьера были ориентированы снизу вверх. Коммуникационные шпили и башни сканеров в самом низу крепости висели в нескольких тысячах метров над поверхностью огромного естественного озера, из неочищенного прометия, поднимавшегося из недр планеты. На самом верху крепости располагались донжоны и потайные темницы, спрятанные глубоко в потолке пещеры. Устало оглядывая сооружение, Дантиох не мог не признать, насколько метким оказалось сравнение железного полотина. В промозглом мраке Исполинской пещеры яркие огни прожекторов и слабые светящиеся точки амбразур, были похожи на созвездия в темном ночном небе. Это впечатление еще больше усиливали фосфорисцирующие колонии бактерий, пирующих на выходах полевого шпата на своде пещеры, и тусклые отблески отражений на лоснящейся, черной как смоль поверхности прометия внизу. Они создавали впечатление далеких звезд и галактик. «У тебя есть новости?» – осведомился Дантиох у Тараша. «Да, кузнец войны», – ответил железный полотин. Космодесантник был в полном боевом доспехе в цветах легиона, за исключением латных перчаток и шлема, которые он держал в руке. Бдительность или паранойя, как считали в некоторых других легионах. Железных воинов было общеизвестно. Шаденхольд и его гарнизон находились в состоянии постоянной боевой готовности. Тараш провел ладонью по лысой голове. Его темные глаза и кожа были в точности такими же, как у самого примарха. Отцовское благословение сыновьям. Когда Дантиох повернулся к нему, и в прорези железной маски проник свет, Тараш мельком заметил пожелтевшие, налитые кровью глаза и морщинистую кожу, выцвершую от времени. И... Флагманский корабль «Бентос» приветствует нас, милорд. «Значит, 51-я экспедиция возвращается», – проскрепел Дантиох. «Мы уже давно видим их на экранах слежения. Почему они приближаются так медленно и не выходят на связь?» «Они сообщают, что у них были проблемы при пересечении поля обломков», – доложил железный полотен. «И они приветствуют нас только сейчас», – раздраженно парировал Дантиох. «Бентос случайно зацепил одну из наших орбитальных мин», – сообщил Тараш своему господину. Дантиох почувствовал, как его губы, скрытые под решетчатой лицевой пластины, сложились в некое подобие улыбки. «Неважное начало для визита», – сказал кузнец войны. «На время ремонта они останутся на месте», – добавил железный полотен. «И запрашивают координаты для скоростного спуска к поверхности». «Кто запрашивает?» «Кузнец войны Крэндл», – милорд. «Кузнец войны Крэндл», – Тараш кивнул. «Похоже на то. Значит, и Дрис Крэндл теперь командует 14-й великой ротой». «Даже под вашей командой», – заметил Тараш, – «он был не более чем клубком амбиций в полированном керамите». «Возможно, ты все-таки получишь свое звездное небо, мой железный полотен». «Полагаете, мы сможем присоединиться к легиону, сэр?» Дантеох очень долго молчал. Кузнец войны погрузился в воспоминания и размышления. «От всей души надеюсь, что нет», – ответил он наконец. «Похоже, ответ не понравился железному полотену». Дантеох положил руку в перчатке на плечо Тараша. «Пошли! Пошли в Бентасу координаты орфических врат и отправь две грозовые птицы ожидать у поверхности, чтобы сопровождать наших гостей. Орфических врат, сэр? Наверняка...» «Давай устроим новому кузнецу войны прогулку по самым эффектным безднам и системам пещер», – сказал Дантеох. «Живописный маршрут, если угодно». «Как пожелаете, милор. А тем временем пригласи капеллана Жнева, полковника Круйшанка, достопочтенного Вастополя и адепта с Большого Дамантино навстречу в Большом Реклюзиуме. Там мы примем наших гостей и услышим из уст олимпийцев, чем занимались братья в наше отсутствие». Большой Реклюзиум гудел от надсадного кашля кузнеца войны и ударов молота его капеллана. Зал легко вмещал весь гарнизон Шаденхольда в количестве тридцати железных воинов для отправления ими своих культурных церемоний и ритуалов. В действительности, из-за того, что крепость постоянно находилась в состоянии повышенной боевой готовности, на службе редко бывало больше десяти легионов Астартес одновременно. Дантиох и его капеллан не допустили, чтобы подобные ограничения повлияли на изначальный замысел и великолепие зала. Железных воинов на Малом Дамонтине было немного, но они были велики душой, и их сердца переполняла возвышенная вера и преданность своему императору. Исходя из этого, большой реклюзиум являлся самым большим помещением в крепости, способным служить духовным нуждам десятикратно большего числа воинов. Со сводчатого каменного потолка свисал черный лес железных прутьев, раскачивавшихся в воздухе над проходом к центральному алтарю. Они усиливали звуки культовых обрядов, молитвенных и хоральных песнопений маленького гарнизона до величайшего гула. Все это поддерживалось ревом церемониального горна на возвышении в передней части зала и ритмичным стуком молота по железу, возлежащему на алтаре наковальны. Пределы по обе стороны от центра украшала скульптурная композиция, протянувшаяся во всю длину большого реклюзиума, разбираясь по алтарным ступеням и заканчиваясь у дальней стены. Возвышаясь над прихожанами, ее скульптуры из чистейшего железа изображали многолюдную, сложную батальную сцену. Герои, железные воины, штурмуют позиции варвара, находящиеся на возвышенности. Первобытные гиганты были титанами, олицетворявшими собой все старое, бастионы вымыслов и суеверий, рушащиеся под натиском силы оружия четвертого легиона и силы технологии и разума. Композиция не только служила вдохновляющей диорамой, но и порождала иллюзию, что собравшиеся находятся в гуще сражения, а именно там люди Дантиоха желали оказаться больше всего. Позади скульптур каменные стены помещения по обе стороны были облицованы листами полированного железа, на которых выгравированные схемы и чертежи накладывались друг на друга, образуя фреску с изображением императора. Гордили его глядевшего с запада и примарха Пертураба на востоке. «Милорд, они приближаются!» – возвестил Тараж, и кузнец войны, почтительно преклонивший колено, с трудом поднялся. Под главной аркой входа в реклюзиум зазвучали уверенные шаги. Железный полотен развернулся и встал подле своего кузнеца войны, пока полковник Круйшанг из 9-го ангельского охранного полка Адам Антифрактов в полном парадном обмундировании нерешительно топтался неподалеку. Завершив ритуальные удары, капеллан Жнеф отсоединил молот-реликвию от гибкого бионического протеза своей правой руки и плеча. Он передал крепление от святыни громадному рабу, чьей обязанностью было поддерживать огонь в церемониальном горне. Жнеф торжественно прошествовал по ступеням вниз, кивая единственному из присутствующих, кто не был членом гарнизона Шаденхольда, к лирику в дивизионном сине-зеленом одеянии с капюшоном. Явились, пробормотал Жнеф, когда делегация строем вошла в его реклюзиум и двинулась по длинному проходу к ступеням алтаря. Впереди всех шагал Идрис Крендул, новый кузнец войны из 14-й Великой Роты. Суровое выражение лица олимпийца сильно портили шрамы. Следом шел адепт в темно-красных одеждах, адептус механикус, чье лицо терялось в тени капюшона. Три бионических окуляра, вращающиеся, словно объективы микроскопа, испускали болезненный желтоватый свет. Рядом с ним был сын Хоруса. Глаза на наплечники и на груди отличного светло-зеленого доспеха с черной как ночь отделкой ни с чем нельзя было спутать. Его смуглое, бравастое, неулыбчивое лицо было хмурым, словно от постоянных раздумий. По бокам от них шагал в ногу почетный караул Крендула. Эскорт из четырех ветеранов легионос Астартес, сверкающих в серых доспехах четвертой модели Максимус, с кричащей золотой отделкой. Кузнец войны холодно приветствовал своего прежнего господина Крендул у подножия алтарных ступеней. Время шло под взглядом гравированных глаз императора. — Крендул, — ответил Дантиоха. Железный воин поджал изувеченные губы, но не стал реагировать на отказ Дантиоха признать его новое звание. — 51-я экспедиция приветствует вас. Позвольте представить адепта Гракха и капитана сынов Хоруса Газдрубала Сераписа. Дантиох не стал их приветствовать. Коротко закашлившись, он небрежно махнул перчаткой через плечо. — Моих людей ты знаешь, — сказал кузнец войны, — потом добавил, — и твоих. — Несомненно. Крендул приподнял рассеченную бровь. — Мы привезли вам новые приказания от вашего примарха и вашего магистра войны. — А как насчет приказов императора? От него вы ничего не привезли? — поинтересовался Дантиох. Крендул напрягся, затем внешне расслабился. Он оглянулся через плечо на Сераписа, но выражение лица капитана не изменилось. Император давным-давно повелел, чтобы его возлюбленные сыны, под верховным руководством наиболее возлюбленного Хоруса Луперкаля, довели великий крестовый поход до неизбежного завершения. — Здесь, среди покоренного космоса, слово воителя закон. Тебе это известно, Дантиох. — Здесь, во тьме Востока, до нас доходят тревожные слухи о покоренном космосе и о том, куда все это начинает заходить, — прошипел Дантиох. — Ректор, прошу вас, можете говорить. Клирик в синезолотом одеянии с извиняющимся видом нерешительно вышел вперед. — Этот человек, — пояснил Дантиох, — прибыл к нам с большого дамантина с печальными известиями. Жрец, разом ставший объектом пристального внимания сверхлюдей, спрятал лицо в глубинах своего капюшона. Сначала он мямлил, потом обрел уверенность. — Милорды, я ваш покорный слуга, — начал ректор. — Эта система — конечный путь малоизвестного торгового пути. Торговцы и пираты, как чужаки, так и люди, перевозят товары между нашей глубинкой и центром галактики. Последние несколько месяцев они доставляют ужасные новости, весьма важные для ангелов императора здесь, на Малом Дамантине. О гражданской войне, пылающей по всему империуму. Гибели целых легионов космического десанта. И о немыслимом убийстве сына императора. Одних этих трагических сведений хватило бы, чтобы привезти меня сюда. Космодесантники со скалы всегда были нашими друзьями и союзниками в сражениях с зеленокожими захватчиками. Но затем до моих ушей дошли ужасные вести, и мое сердце плачет кровавыми слезами, страдая за моих повелителей, железных воинов. Олимпия, их родной мир, пала жертвой мятежа и возмездия. Планета разрушена до скалистого основания, ее горы палают в огне, а народ обращен в рабство. С разбитым сердцем вынужден я сообщить, что Олимпия отныне не более чем преисподняя, опозоренная и заваленная гниющими трупами, где царят цепи и тьма. С меня довольна, предостерег Серапис. Крендал повернулся к кузнецу войны. Твой примарх? Мой примарх, перебил его Дантиох, как я подозреваю, был участником вышеописанных трагедий. Ты зря тратишь наше время, Дантиох, скривил разорванные губы Крендал, напирая на твердые согласные в имени кузнеца войны. Вы получаете новое назначение. С твоей ролью смотрителя покончено. Ваш примарх и легион железных воинов теперь сражаются за Хоруса Луперкаля. Все доступные силы и ресурсы, включая те, что формально находятся под твоим наблюдением, нужны магистру войны для марша к древней Терри. Жестокие откровения Крендла эхом разнеслись по большому реклюзиуму. На мгновение все умолкали, потрясенные тем, что столь бесстыдная ересь прозвучала в этом святом месте. «Прекратите это безумие!» взмолился со ступеней капеллан Жнеф. На его черно-серебряном доспехе играли отцветы священного горна. «Крендал, подумай, что ты творишь!» добавил Тараж. «Я теперь кузнец войны, капитан Тараж!» взорвался Крендал. «Кем бы ты ни был в этой захолустной дыре, будешь обращаться ко мне согласно заслуженному званию». «Заслуженному чем?» спросил Дантиох. «Это вознаграждение за провал? Ты стал командиром лишь потому, что тебе не хватило мужества быть верным?» «Не надо говорить мне о провалах и недостатке мужества, Дантиох. Ты-то у нас непревзойденный герой-победитель!» — огрызнулся Крендал. Он кивнулся Рапису, отчего осколки гранаты, до сих пор сидящие в тканях его лица, заблестели в лучах света. Именно поэтому великий барабас Дантиох и дошел до того, что его оставили сторожить никчемный кусок камня. Любимчик лорда Пертураба закончил тем, что потерял крак Фиону, Стратополы, мир-крепость Голгис во время миграции Хрудов в проливах Вульпы. При этих словах Крендла Дантиоху вспомнились последние тяжкие дни на Голгисе, Хруды — ксеномерзость, нашествие невидимого, ожидание и смерть, когда гарнизон Дантиоха превращался в прах. Их доспехи ржавели, болтеры отказывали, а крепость разрушалась. Лишь после того, как мощное энтропийное поле, порожденное мигрирующими стаями Хрудов, состарило камень и плоть до предела, позвоночные существа полезли в атаку, изо всех щелей и закоулков, вонзая в жертву свои давитые когти и разрывая ее на часть. Лучше всего Дантиох помнил, как они ждали, когда грозовая птица заберет тех, кто остался в живых среди развалин Голдиса, сержант Золан, воин-поэт Вастополь и технодесантник Товара. Сердца Золана перестали биться на борту грозовой птицы через считанные минуты после того, как корабль его подобрал. Товар умер от дряхлости в лазарете крейсера, как раз перед малым Дамантином. Вастополь и кузнец войны считали, что им сравнительно повезло, но они оба превратились в коллег с одряхлевшими сверхчеловеческими телами. Потом он счел разумным, с едким презрением продолжал Крензл. Усомниться в том, как его примарх ведет кампанию по истреблению хрудов. Без сомнения, это был способ оправдаться за потерю половины великой роты, а не попытка переложить вину на истинных виновников. Императора с его неумелыми попытками завоевать галактику и себя самого за столь неудачное участие в этом. Четвертый легион рассредоточен по звездам. Неисчислимое множество крохотных гарнизонов удерживают расползающиеся остатки согласия, оставшиеся после безрассудного крестового похода. Наши некогда горделивые железные воины превратились в планетарных тюремщиков. Примарх ошибся, покачал железной маской Дантиоха. Компания по истреблению подхлестнула миграцию, вместо того, чтобы с ней покончить. Пертураба утверждает, что галактика очищена от хрудов, но если это так, что незаметно уничтожает мир и согласие в течение коронада. Новый кузнец войны проигнорировал эти слова. «Ты разочаровываешь и раздражаешь нашего примарха», заявил Крендал Дантиоху. «Твоя слабость его оскорбляет. Твоя уязвимость — удар по его генетическому наследию. У нас у всех есть шрамы, но смотреть невыносимо именно на тебя. Не потому ли ты надел маску?» Крендал насмешливо усмехнулся. «Очень трогательно. Ты — оскорбление природы и законов, что правят этой галактикой. Выживает сильнейший, а слабый умирает. Почему ты не уполз куда-нибудь и не умер, Дантиох? Для чего цепляешься за жизнь, не давая покоя остальным, словно дурное воспоминание? Если я настолько ужасен, чего вы с примархом хотите от меня? Ничего, коллега. Я сомневаюсь, что ты дотянешь до места сбора. Пертураба призывает своих железных воинов, истинных своих сынов, под знамена магистра войны. Хорус приведет нас под стены имперского дворца, где невообразимые укрепления императора пройдут испытания нашей отвагой, и где будет твориться история. Император давно погряз в своих мечтаниях на древней Терре. Зло добавил Газдрубар Серапис. Императору не нужны советы, политики и бюрократия, порожденные им в его затворничестве. Мы нуждаемся в руководителе. Великий крестовый поход должен обрести цель и смысл. Император не достоин более вести человечество на новом этапе его естественного господства над галактикой. Его сын Хорус Луперкаль доказал, что способен справиться с этим. «Кузнец войны Крэндл», – произнес Жнев, отстраняя сына Хоруса и угрожающих, выдвигаясь вперед. «Если вы стоите в стороне и ничего не предпринимаете, пока магистр войны замышляет о целубийство и льет яд в уши братьев-примархов, значит, вы тоже замышляете отца убийства. Пертураба – наш примарх. Мы должны помочь нашему благородному лорду понять ошибочность его решения, а не поддерживать его собственным безоговорочным согласием. «Действительно, лорд Пертураба – ваш примарх!» «Разве так трудно повиноваться приказу вашего примарха?» – поинтересовался Серапис. «Или мятежная олимпийская кровь все еще бушует в ваших жилах?» «Крэндл, то, что ваш родной мир взбунтовался, в ваше отсутствие уже достаточно унизительно. Надеюсь, вы не допустите, чтобы то же самое произошло с членами вашего же легиона». «А ты, понтификатор, помолчи!» – рявкнул Крэндл на Капеллана. «Я уже слышал ваши доводы. Скоро у легиона не будет нужды в тебе и тебе подобных». Кузнец войны развернулся к Дантиоху, молча кипящему от ярости. «Ты немедленно сдашь мне командование этой крепостью и гарнизоном». Мгновение два железных воина с холодным бешенством смотрели друг на друга. «А если я откажусь?» «Тогда ты и твои люди будут считаться изменниками примарха». «И магистру войны», – посулил Крэндл. «Как ты и твой ихтонийский друг изменники по отношению к его величеству императору. Твою крепость сотрут в порошок и предателей с ней заодно», – объявил Крэндл. Дантиох обратил свою угрюмую маску к полковнику Круйшанку, капеллану Жневу и своему железному полотину, Зигмунду Тарашу. Их лица были не менее мрачными. На миг задержав взгляд на заезжем клирике. Барабас Дантиох вновь обратил его на своего безумного противника. Крэндла переполняли страх и неистовство. Серапис просто смотрел. Так смотрит сторонний наблюдатель. Кукловод, дергающий за веревочки. Адепт Грак ритмично булькал и вращал своим триокуляром, настаив линзы на Дантиоха. Почетный караул кузнеца войны застыл, как изваяние. Болтеры на готове, стволы наставлены на стражей Шаденхольда. «Вастополь!» позвал Дантиох. «А ты как думаешь?» По залу раскатился рев, от которого задрожали и закачались железные прутья, подвешенные над реклюзиумом. Среди гигантских железных скульптур диорамы неуклюже зашевелилось что-то громадное. Простейший инстинкт самосохранения заставил Крэндла и его почетную стражу обернуться. Одна из скульптур вдруг ожила. В компании атакующих титанов она казалась маленькой, но разом будто увеличилась в размерах, нависнув над пораженными железными воинами. Перед легиона Састартес стоял Дридноут. Неторопливый металлический монстр. Огромный, как в высоту, так и в ширину, и увешанный мощным оружием. Почтенный Вастополь, как и его кузнец войны, последний, оставшийся в живых железный воин с мира крепости Голгис. Его измученного страшными ранениями и преждевременной дряхлостью Дантиок поместил в броню Дридноута, чтобы воин смог продолжать службу и быть живым хранителем истории роты. Боевая машина была наспех выкрашена в черный цвет, чтобы стать неразличимой среди других фигур диорамок. При движении за ней оставался след из капель свежей краски. Когда стена из керамита и адамантивно надвинулась на них, вооруженные сопровождающие Крендла попытались пустить в ход болтеры. Зияющие спаренные автопушки почтенного Вастополя были уже заряжены, приведены в полную боевую готовность и наведены на цель. Орудия загрохотали, выплюнув огонь в космодесантников и заполняя зал невыносимой кафонии боя. С такого близкого расстояния тяжелые орудия оставили от двух легионов Астартес лишь лужицы крови и обломки доспехов. С куда большим изяществом и ловкостью, чем можно было ожидать от столь громадной машины, атакующий дредноут развернулся и отшвырнул третьего железного воина в противоположный предел ударом плеча, из которого торчала рука с силовым когтем. Манипулятор скомкал прекрасный доспех Максимус и стали слышны вопли находящегося внутреннего воина, у которого ломались кости и рвались внутренние органы. Пока Крендал и Серапис пятились в укрытие, выставив болтеры, а адепт механиком повалился на пол реклюзиума, единственный уцелевший из почетного караула бросился на дредноута. Скинув болтер над головой железный воин, поливал бронебойную гробницу почтенного Вастополя огнем. От адамантьевого панциря дредноута посыпались искры. Вастополь включил цепной кулак, подвешенный под автопушками. Обрушив на железного воина удар этого зазубренного кошмара, боевая машина размолола в щепки его оружие, а потом вспорола его доспех от челюсти до пупа. Из рваной раны во всю грудную полость и живот посыпалось содержимое. колени умер. Отойдя от скульптурной группы, дредноут позволил изломанному легиону Астартес, пригвожденному им безжалостному железу, рухнуть на пол. Подняв огромную металлическую ногу, Вастополь раздавил шлем железного воина, размазав его мозги по отполированному камню и прекратив страдания изувеченного космодесантника. Когда Дантиох двинулся вперед, сопровождаемый Тарашем и Жневом с одной стороны и ректором и полковником с другой, Крэндл и сын Хоруса отступили. На их искаженных лицах были написаны ужас и ярость. Оба офицера легиона Астартес пятились к выходу из большого реклюзиума, наставив оружие на безоружного кузнеца войны и его тяжело вооруженного дредноута. Однако Крэндл и Серапис были политиками и знали, что их шанс убраться из крепости живыми, не оружие, а угрозы. Почтенный Вастополь острыми, как долото клинками силового когтя, поднял с пола Гракха, держа адепта механиком за виски и верх капюшона, будто куклу. Тошнотворные желтые линзы триокуляра техножреца панически вращались, дыхательные трубки отчаянно булькали. Боюсь, что кузнец войны Крэндл притащил тебя сюда, велев осмотреть наши фортификации, обратился Дантиох к подвешенному Гракху. Чтобы по возвращении ты смог рассказать о нашей обороноспособности. Разумеется, более грамотный кузнец войны, нежели он сделал бы это сам. Вастополь был хроникером нашей роты, но теперь он не слишком славоохотлив. Вастополь позвал Дантиох. Чем заканчивается история адепта Гракха? Силовой коготь дредноута начал вращаться в запястье, начисто оторвав голову техно-жреца вместе с капюшоном от плеч. Труп ударился об алтарные ступени, и забрубка шеи толчками била кровь, смешанная с машинной смазкой. Это безумие, завопил Крэндл на подступающего к нему Дантиоха. Ты покойник? Угрозы начались. Капитан Крэндл, прошипел Дантиох, это крепость железных воинов. Она не служила и никогда не будет служить мятежному магистру войны. Мой гарнизон и я верны императору. Мы не разделим с тобой твое проклятие. В сумрачных глазах Дантиоха сверкнула холодная гордость, столь свойственная легиону и их железному отцу. Похоже, у меня есть последняя возможность доказать примарху свою полезность. На сей раз я его не подведу. Шаденхольд никогда не падет. Ты слышишь меня, Идрис? Это крепость защищают, никогда не будут твоими. Железные воины с малого Дамантина сражаются за своего императора и за меня. Ты познаешь вкус неудачи, и тогда придет твой черед изведать гнев примарха. А теперь беги, трус, беги к своему изменническому флоту и забирай этого паршивого предателя с собой. Пятясь сквозь арку большого реклюзиума вместе с настороженным серописом, широко раскрыв глаза Крендал, махнул спину, потом снова в сторону Железных воинов и их дредноута. Все это Крендал описал стволом Болтера широкий круг. Будет обращено в прах за один день, слышишь, Дантиох, за день. Попробуй, взревел Дантиох, но дальнейшая угроза растворилась в мучительном кашле. Кузнец войны, задыхаясь, упал на колени. Тараж схватил Дантиоха за руку. Похлопав железного полотина по керамитовому доспеху кузнец войны восстановил дыхание. Тараж отпустил его, но измученный железный воин остался стоять на коленях, опустив голову. Он медленно повернулся к прячущемуся под капюшоном клирику. И так сказал тот, вы слышали все своими ушами, прямо из уст предателя. Сердца наших братьев погрязли в извращениях и измене. Он засунул руку под свое богатое одеяние. поля почти незаметное прежде смолкло, снимая маску с клирика и являя взглядом его истинные размеры. Когда он сбросил капюшон, реальность вокруг огромной фигуры на миг затуманилась, затем снова обрела кристальную ясность. С разума в защитников Шаденхольда спала пелена, и они увидели брата космодесантника в богато украшенном доспехе ярко-синего цвета. Под рукой воин держал Гладиус. Поверх ослепительного великолепия его доспеха рунной работы со знаками боевых отличий и наград был надет Сюрко. Знак на правом плече свидетельствовал о том, что это ультрамарин. Украшенный драгоценностями круг Сауреус на левом, что он чемпион легиона, тетрарх ультрамара и член почетного караула самого Робаута Желемана. Ты хорошо справился со своей ролью, тетрарх Никодим. Часто ли ультрамарины прибегают к таким театральным приемам, спросил Дантиох. Нет, Милор, не часто, ответил чемпион, чьи коротко остриженные волосы и красивое патрициальное лицо выдавали в нем элитного воина ультрамара. Но времена теперь особые и требуют соответствующей тактики. Позволь мне говорить откровенно, ультрамарин. Когда-то появился на Малом Дамантине с клеветническими разведданными, я чуть не приказал Вастополю сбросить тебя с бастионов Шаденхольда. Кузнец войны поднялся с колен с помощью Тараша. Тетрарх метнул в него суровый взгляд. Вокруг одного из его глаз была нанесена искусная татуировка со знаком его ордена. Нелегко железному воину слышать о слабости своих братьев, продолжал Дантиох. В этом я согласен даже с Идрисом Крендлом. Ты опорочил моего отца и обесчестил Четвертый Легион обвинениями в мятеже, ереси и убийстве. Мы позволили твоим оскорблениям остаться безнаказанными. Ты предоставил нам редкую возможность узнать об измене собратьев из первых рук. Наш договор скреплен правдой. Итак, чего хочет от нас Рабау Джелеман? Таврон Никодим оглядел собравшихся. Суровая гордость Тараша и Жнева была подстать гордости самого кузнеца войны. Почтенный Вастополь существовал лишь для того, чтобы сражаться. А безоговорочная преданность полковника Круйшанка была написана у него на лице. Верность императору, дарующая ему утешение перед лицом бедствий. Ничего такого, что вы бы не дали сами, твердо ответил Никодим. Откажите магистру войны в ресурсах и подкреплении. Продержитесь так долго, как только сможете. Усилия немногих верных способны замедлить продвижение изменника. Минуты, дни, месяцы, сколько угодно, чтобы дать императору время укрепить Теру перед надвигающейся бурей, а моему лорду пробиться через посеянное хорусом замешательство и подготовить ответ верноподданных императора. Если мы собираемся пожертвовать собой ради этого, Железный воин выступит против Железного воина. Было бы неплохо знать, какая стратегия есть у Желемана, заметил Дантиох. Да, милорд, как всегда у лорда Желемана есть план, невозмутимо ответил чемпион ультрамаринов. Когда все покидали залитые кровью большой реклюзиум, Дантиох окликнул. Никодим, да, кузнец войны, почему я? Лорду Желеману известно о вашем мастерстве и большом опыте в осадном деле. Он думает, что эти умения понадобятся. Он мог бы рассчитывать на мои умения, но как насчет верности, настаивал Дантиох. В конце концов выяснилось, что верности у моего легиона маловато. Вы были откровенны, милорд. Дозволено ли мне ответить вам тем же? Дантиох кивнул. Магистр войны воспользовался слабостью вашего примарха, его гордостью. Осторожно пояснил Тетрар. Ваша история с Пиртураба не секрет. Лорд Желеман полагает, что может положиться на ту же самую слабость вас. И снова кузнец войны кивнул Никодиму и самому себе. Я был там, на этом крошечном мире, по забытой системе, дальнем закоулке галактики, там, где нанесли могучий удар по изменнику, магистру войны и его союзу заблудших и проклятых, там, на малом Дамантине. Я был среди немногих, ставших против многих, братом, поролившим кровь брата, сыном, изменившим слову, сбившегося с пути отца, и словом этим была ересь. Мы сражались целый древнетаранский год и еще один кровавый день. Все мы были олимпийцами, железные воины, откликнувшиеся на зов своего примарха и императора. Холодные глаза обоих следили за нами издалека, оценивающие, выжидающие, желая, чтобы их железные воины продолжали бой, как отсутствующие боги, которых влечет к делам смертных смрад сражения, неповторимая смесь крови и пожаров. Я был там, когда кузнец войны Крэндалл напустил на нас стаю грозовых птиц, исторгнутые из тучного крейсера Бентос и до предела набитые воинами и оружием. Летательные аппараты затмили звезды и посыпались в наш мир, будто стая крылатых молний. Сумей они пробиться сквозь толстую пелену туч над недружелюбной поверхностью Дамантина, промчались бы по системам пещер и выплеснули весь свой запас ужаса на наши подготовленные позиции. Однако кузнец войны Дантиох лишь несколько часов назад приказал обрушить орфические врата. И все, что сумела найти стая, это камни и следы разрушения. Одна за другой они разбивались о поверхность планеты. Я был там, когда могущественные богомашины Легио Аргентум, которым также не позволили пройти сквозь врата, были вынуждены пробиваться сквозь кислотные бури малого Дамантина, словно ослепшие измученные чудовища. Они брели, спотыкаясь сквозь шквалы и циклоны. Их бронированные панцири покрывались ржавчиной. Гигантские движительные системы разъедала кислота. Печально знаменитый Омня Викторум, разрушитель сотни миров, был одной из трех освежованных боевых машин, сумевших доковылять до карстовой воронки, достаточно огромной, чтобы вместить их гигантские тела. И там визжащие орды, составлявшие экипаж богомашин, столкнулись с непостижимым лабиринтом исполинских пещерных систем планеты и с пониманием того, что могут навеки затеряться в его темных глубинах. Я был там, когда кузнец войны Дантиох приказал запустить гигантские земляные насосы, и озеро с жидким прометием вышло из берегов, растекшись по полу нашего огромного дома-пещеры, словно ядовитый черный ихор. Я видел, как юнтарианцы из четвертой на Дирмару с таким множеством осадных орудий, что человеку и не сосчитать, утонули в смертоносных маслянистых волнах. Я рычал от разочарования, когда колонны моих вероломных братьев по отмелям двинулись к насосам, чтобы испортить огромную технику. Я рычал от радости, когда мой кузнец войны приказал поджечь лоснящуюся поверхность Прометия. Пламя было столь сильным, что не только изжарило железных воинов в их собственных доспехах, но и принесло в пещеру свет, которого ее глубины не знали никогда. Я был на зубчатых стенах Шаденхольда, когда наши орудия и артиллерийские установки превратили резервных грозовых птиц кузнеца войны Крендала в огненные шары из обломков. Я видел, как небольшие армии высаживались на наших донжонах и башнях, и дождем сыпались вниз навстречу смерти с перевернутых сооружений. Я сражался рядом с сынами Дантиоха, генетически выведенными великанами чудовищных размеров. Они одну за другой вырывали руки и ноги юнтарианцам из четвертой на Дермару в огневых мешках и внутренних дворах крепости. Я шагал вместе с ангелойскими адамантифрактами полковника Крусьшанка, когда их отработанный на тренировках лазерный огонь озарял бастионы и разрезал вероломных противников на дымящиеся куски. Я смотрел вниз на крепость, охваченную резней, где нельзя было пройти из-за трупов и невозможно дышать из-за брызг крови, висящих в воздухе, как смертоносный туман. Под конец я сражался в узких коридорах и наводящих ужас сооружениях, возведенных кузнецом войны, забирал жизни в неимоверных количествах, лицом к лицу с моими братьями железными воинами, убивал во имя императора и не уступал братьям в холодной решимости, убивал так же хладнокровно и с тем же огнем в груди, как и мой противник, мерил свою силу кровью предателей, которые могли бы измерить свою силу моей кровью. Я был там в Шаденхольде на Малом Дамантине, там, где немногие стояли против многих, и среди кошмаров братоубийственного сражения мои братья истекали кровью, а ересь обретала свои очертания. Шаденхольд содрогнулся, с низких потолков посыпалась пыль, на полу донжона заплясали песчинки, подземный блок гаус огрызнулся орудийным огнем. Грохот выстрелов бил по ушам, дрожащая марева, поднимавшаяся над раскаленными стволами, застилала глаза. Барабас Дантиох был уверен в своей кошмарной крепости. Он сказал Идрису Кренглу, что Шаденхольд никогда не сдастся. Даже на этой стадии, после трехсот шестидесяти шести древнетаранских дней жесточайший осады, он мог рассчитывать, что крепость сдержит данное им обещание. Хотя в подземельях рыскали титаны изменников и боевые машины механику, стаи грозовых птиц на бреющем полете обстреливали башни цитадели, а вражеские легионы Астартес штурмовали беспорядочное нагромождение ее стен. Он знал, что убийственная логика проекта Шаденхольда и скала, из которой была высечена твердыня, не подведут его. Тактический гений Дантиоха порастирался далеко за пределы безжалостной крепостной архитектуры. Все кузнецы войны, достойные своей каменной соли, как бы не похвалялись, заранее закладывали в план неизбежность поражения. Жизнь в осаде научила железных воинов тому, что противника нельзя недооценивать и что любая крепость падет раньше или позже. Талант кузнеца войны состоял в том, что у него это происходило намного позже. Блокгауз был прекрасным примером данного принципа в действии. По всей цитадели, на каждом этаже и в каждой казарме имелось помещение Блокгауза, резервный рубеж обороны для защитников, находящийся внутри самой крепости, запасы пищи, воды и боеприпасов, а также простейшее медицинское оборудование и средства связи. Сами помещения были полностью изолированы с уникальными планировкой и обустройством. Ни одна возможность поразить врага не была упущена. Все секторы обстрела и углы стрельбы идеально выверены. В каждом Блокгаузе кузнец войны устроил ловушки с зубчатыми стенами, места для засады и огневые мешки, которые в простодушные мирные дни использовали для тренировок воинов легионов Астартов. Блокгаузы не только позволяли измученному гарнизону Дантиоха передохнуть и пополнить запасы, они также расстраивали все надежды кузнеца Крендала на быструю победу после того, как его атакующие силы пробили брешьев в могучей наружной линии обороны. Сражения внутри Шаденхольда были не менее кровавыми, чем бои на ее наружных стенах. Крепость пропахла раскаленным металлом и смертью. Каждая изрытая болтерными снарядами стена была забрызгана кровью. Все полы завалены грудами тел в доспехах. Опустившись на заржавевшее колено, Дантиох размышлял над кипой мятых и испачканных кровью чертежей. Схемы Шаденхольда, устилавшие пол амбразурной платформы, были сплошь в чернильных пятнах и каракулях. Стратегические примечания Дантиоха почти скрывали подробности проекта крепостей. Вокруг кузнеца войны шаркали бронированные ноги. Воздух звенел от непрерывных взрывов. Неподалеку упал один из ангелойских адамантифрактов, зияющий дыркой в груди. Одновременно из другого места с кровью вытекала жизнь, пока хирургион имперской армии хлопотал над его оторванной рукой. Края пергамента с планом мокли в растекающиеся лужи крови. Но кузнец войны с пером у решетчатого ротового отверстия маски, был настолько поглощен трехмерной визуализацией двухмерных рисунков, что едва это заметил. Прикажите отделению секундус отойти к укрепленному пункту, этажом выше. Они вот-вот будут отрезаны, распорядился Дантиох. Пока адамантифракты поливали длинный коридор, ведущий к блокгаузу лазерным огнем из конусообразных стволов своих карабинов, их старший офицер в блокгаузе, лейтенант Кристофори, чья изувеченная рука беспомощно висела на перевязи, исполнял сразу две роли тактика и связиста при Дантиохе. Работая за маленьким, но мощным вокс-модулем, установленным в амбразурной стене, Кристофори был глазами и ушами кузнеца войны в Шаденхольде, передавая приказы по громоздкой вокс-трубе, лейтенант одновременно фильтровал поток докладов, поступавших по вокс-каналам от отдельных железных воинов и со станцией связи различных блокгаузов. Опустив трубку, он прижал наушник пальцем и кивнул. Сэр, 9.13 докладывает, что на ангарной палубе противник получил подкрепление, доложил лейтенант. Легион Астартес, уточнил Дантиох, в это верилось с трудом. Если судить по количеству трупов, Крендол уже пригнал сюда добрую половину великой роты. Шаденхольд просто кишел потомками Пертураба. Имперская армия, милор, похоже, пехотные части венесальских конюшах. Дантиох позволил себе усмехнуться. Свежая кровь. Похоже, Крендол получил подкрепление. Это одновременно радовало и тревожило кузнеца войны. Крендла послали сюда, чтобы он добыл подкрепление для Примарха и Хоруса Луперкаля, а не расходовал ценные человеческие ресурсы магистра войны. Само по себе это было удивительно. Проблема в том, что появление свежих сил означало. Крендлу поручено довести осаду крепости до конца. Хорус не мог допустить, чтобы вести о сопротивлении на Малом Дамантине и о верности железных воинов распространились по другим легионам. Конец сблизился. Девять тринадцать оттеснили к топливному складу. Ждут ваших приказаний, добавил Кристофори. Дантиох хмыкнул. Скажи старшему по званию, что ему разрешается использовать оставшиеся детонаторы для танков с прометрием. Кузнец войны жирным косым крестом зачеркнул крепостные ангары грозовых птиц. Нам они не понадобятся. Пускай не достаются и врагу. 9-13 может по отделениям отходить к этому технологическому проходу. Продолжал он, ткнув кончиком пера в пергамент, а оттуда к сержанту Аквиталю в Благгауз Север-4. Сэр, еще Благгаузы Юг-2 и Восток-3 докладывают, что у них заканчиваются боеприпасы. Отводите всех наших людей на второй и третий уровни. К опорному пункту полковника Круйшанка в центре. Раздраженно бросил Дантиох, перекрывая оглушительную пальбу. Полковник Мерц, сэр. Что? Полковник Круйшанк убив. Тогда к капитану Голиопу, черт побери, у них еще осталось немного боеприпасов. Да, милорд, невозмутимо ответил Кристофори и принялся передавать приказание к кузнеца войны. Сколько помнили защитники Шаденхольда, это было в порядке вещей. Руководить сражением приходилось едва ли не под болтерным огнем. В то время как высокая амбразура по замыслу должна обеспечивать место для подобной роскоши, под ней на полу Блокгауза, железные воины, адамантифракты и геноусиленные старошилища сражались с яростью, подпитываемой адреналином. Каждый понимал, что его жизнь зависит от безжалостности других. И нигде это не было очевиднее, нежели у входа в Блокгауз. Стены вокруг него лишились своих четких и правильных очертаний. Под беспрерывным потоком артиллерийского и лазерного огня камни раскрошились и вход превратился в один из многих зияющих провалов. С потолка дождем лилась кровь тех, кто не сумел пробиться к укрытию. На полу валялись горы из решеченных пулями тел и растоптанных доспехов. Посреди Блокгауза стоял почтенный Вастополь. Дредноут был слишком велик, чтобы воспользоваться укрытиями, предусмотренными архитектурой крепости. Поэтому оставался на месте, словно одержимый механизм, встречая наступающих огнем из раскаленных стволов автопушек. Боевая машина несла на себе основную тяжесть обороны Блокгауза. Однако усиленная броня его саркофага раскалилась для бела, и вся была в отметинах от множества болтерных снарядов. Чудовищная машина стояла в луже с собственной гидравлической жидкостью. Из одной из ее огромных ног сыпались искры. Ствол нижней пушки был вырван с мясом, под ней болтался колючий клубок, изувеченный штык цепного кулака. Вокруг дредноута из бойниц и полукруглых ниш вели огонь его сородичи сверхлюди. Мастера по созданию преград легионес Астартес гордились эффективностью своих действий в осаде. Каждый обороняющийся железный воин должен был уничтожить столько своих братьев изменников, чтобы это укладывалось в систему расчетов кузнеца войны. Алгебраические вычисления по времени и количеству крови. Паусковая установка завопил Тараш снизу. Едва Астартес и Адам Антифракты успели вытащить из бойниц стволы и сжаться спинами в спасательный камень. По проходу к Блакгаузу пронеслась боеголовка. Врезавшись в зубец стены ракета взорвалась, рассыпав над головами укрывшихся защитников крепости Град Осколков. Меткий огонь ангелойских Адам Антифрактов выжигал все на поступах к Блакгаузу, обрушиваясь на доспехи наступающих железных воинов и кося солдат имперской армии. Пушечное мясо из четвертой на Дирмару экспедиционного флота. Тех, кто сумел прорваться к входу, встречал новый огненный ураган. Дисциплинированные экономные залпы гарнизонных боевых братьев. Легионов Астартов, закованные в броню, прорвавшись внутрь, попали под губительный огонь автопушек и лазерные лучи и разлетались по сторонам, тщетно пытаясь найти укрытие. Стремление быстрее прорваться в Блокгаус привело их под огонь железного полотина и его ударной группы. Сыны Дантиоха, покрытые шрамами гиганты, да неприличие напичканные гормонами и пылкой преданностью, набросились на захватчиков со своими громадными орудиями ремесла, молотами с диамантиевыми наконечниками, пильчатыми лопатами и клювастыми кирками. Если этого кошмара оказывалось недостаточно для уничтожения ворвавшихся в Блокгаус, железный полотин капитан Жнеп и ультрамарин Таврон Никодим вели своих воинов в атаку. Один из нападавших железных воинов отделился от истребляемого отряда. Черно-желтое пятно стремительно метнулось в сторону. Негодяй, чьи доспехи четвертой модели были сплошь в отметинах от срикошетивших зарядов оттолкнулся от стены, потом от другой, после чего упал и покатился по полу. За ним последовали еще два изменника, отчаянно поля из своих болтеров и несколько воспользовавшихся ситуацией юнтарианцев из четвертой на Дирмару. Генетические великаны обрушились на первого космодесантника. Их кирки и лопаты высекали искры из его керамитового доспеха. Второй в отчаянии наставил болтер на Никодима. Лазурное сияние доспеха ультрамарина сразу привлекло внимание воина. Жнев не терял зря времени с третьим, приведя в действие поршни в своем искусственном плече. Его крозиус арканом в виде молота качнулся, словно маятник, описал в воздухе непредсказуемую дугу и обрушился на шлем железного воина, раздробив врагу броню, доспеха и кости основания черепа. Капеллан снова двинул поршнем, быстро вернув священную реликвию назад. Вращаясь на месте, из-за возвратного движения маятника, жнев зарычал от ярости и снес еретику голову с плеч. Тараж стрелял сквозь повисшую в воздухе кровавую завесу поочередно из своих болт-пистолетов, уничтожая солдат на Дирмару, потоком вливавшихся в двери Блокгауза. Смуглые блестящие лица под экстравагантными тюрбанами скалили на железного полотина ослепительно белые зубы. Бывший капитан железных воинов крикнул воинам ангелойских адамантифрактах на стенах и сынам дотеха под ними, чтобы они каждый на свой манер уничтожали юнтарианцев. Брат Никодим с Ультрамара, на которого бросились сразу несколько изменников Астартес, сделал несколько пробных взмахов своим сверкающим гладиусом. В другой руке у него был огромный штурмовой щит в его рост, выгнутая прямоугольная плотина, потрескивающая защитным силовым полем. Чемпион укрылся за ним, словно за переборкой воздушного шлюза. Железные воины Дантиоха в рукопашном бою были неудержимы под стать неукротимым пожирателем миров или горящим верноподденническим жаром кровавым ангелом. Но если их загоняли в угол, они становились еще опаснее. Хладнокровные машины, ужасные и решительные. Они не обладали ни грацией движения, ни поистине мастерским владением клинком, как Никодим. Ультрамарин отбил болтер железного воина в сторону взмахом потрескивающего щита. Затем рассек оружие страшным рубящим ударом гладиуса. Прежде чем ошеломленный железный воин успел выхватить из-за пояса молот, гладиус ультрамарина вновь сверкнул в воздухе, чиркнув под оспеху противника. Из-под нагрудника и шлема железного воина хлынула олимпийская кровь, окропляя стены блок гауза. Неподалеку от них космодесантник, возглавлявший отчаянный прорыв, пробивался сквозь толпу гена рабов. Его цепной топор свизгом врубался в их гигантские туши. Железный воин прошел сквозь стену мускулистой плоти, отрубая головы и слоновьи конечности сынов Дантиоха, попадавшихся ему на пути. Коррозиус капеллана жнева свистнул в воздухе. Разнося двигатель топора в дребезге, железный воин мигом выхватил болт-пистолет, но не успел он прикончить капеллана, как тараж он стрелял почти не целясь и ни один заряд не пробил в доспехе космодесантника. Однако эта атака отрезала ему путь к спасению и геновеликаны, жаждущие реванша, схватили железного воина. Один монстр ухватил легионес астартес огромной лапищей за шею, двое других за руки. Великаны поднатужились и с страшнотворным хрустом зажимы доспеха подались, а тело находившееся внутри разорвалось на части. На противоположном конце прохода братья великаны с не меньшим удовольствием убивали юнтарианцев на гермару. Вдруг лазерный огонь смолк, юнтарианцы раздались в стороны и появились две фигуры в доспехах. Их броня была разрисована шевронами и желтыми полосами. За спиной по обе стороны атрансов висели медные баллоны с прометием. Протопов между юнтарианцами железные воины перед собой короткие широкие наконечники, обожженные, прикрепленные к концам длинных огнеметных трубок. Тараж повернулся к Блокгаузу и с его тонких губ слетели всего два слова «в укрытие». Взметнулось адское пламя и взрывной волной железного полотина сбило с ног. В замкнутом пространстве тяжелые огнеметы были наиболее опасны. Все вокруг заполнилось испепеляющим жаром и дымом. Чернильно-черную тьму прорезали слепящие струи сжатого прометия. По мере того, как смертоносные струи проникали в самые дальние закутки оборонительных сооружений, шум и смрад усиливались. Над дремом огненных сопел железных воинов еще слышалась трескотня болтера, но все звуки перекрывали сдавленные вопли горящих людей, ангелойцев, геновеликанов и надир-муранцев. Зажариваясь заживо в своих доспехах железные воины брели сквозь огненную бурю в поисках спасения. Может, то был болтерный заряд, наугад выпущенный подступающий ужасы тьму, а может луч из раструба лазерного карабина или пистолета. Скорее же всего снаряд избеснующихся автопушек почтенного вастополя. Что бы это ни было, оно угодило в один из медных топливных баллонов. Густой дым разорвала серия взрывов, сбив с ног всех, кто еще оставался стоять. Волна пламени прошлась по полу и потолку, по всем закоулкам блокгауза, выплеснулась из бронированных дверей и потекла по забитому людьми проходу. Латная перчатка Дантеоха, словно клещами, уцепилась за край стены, окружавшей платформу. Кузнец войны с трудом поднялся на нетвердые ноги в клубящемся дыму разгоравшейся среди его схем. Кристофори был мертв, как раненые Адамантифракты и его хирургион. Когда дым начал рассеиваться, Дантеох спустился со стены блокгауза вниз. Там повсюду валялись трупы и лоялистов и изменников. Сплошной ковер из опаленной брони и обуглившейся плоти. Та же картина была в коридоре перед входом, но там что-то двигалось и нападающим не понадобится много времени, чтобы организовать следующую атаку и извлечь выгоду из этого ада. Держась за стену, кузнец войны спустился по ступеням. «Тараш!» окликнул Дантеох. Среди копоти и дыма что-то зашевелилось. «Сэр!» донесся ответ железного полотина. Взрывной волной железного воина ударила о стену и оглушила. Его голос дрожал, но космодесантник был жив. «Это конец! Мы проиграли! Враг совсем рядом! Поднимай выживших!» «Да, милор!» Пока Тараш бродил по пожарищу, выискивая живых, Дантеох провел перчаткой по стене. Кузнец войны принялся простукивать камни, неловко двигаясь вдоль стены. Удовлетворенный он остановился и обернулся к громадному Дридноуту, продолжавшему стоять на страже посреди блокгауза с автопушками на готове. «Вастополь, ты все еще с нами, друг мой?» спросил Дантеох. Дридноут не ответил, продолжая гореть. Взрывы не причинили машине особого вреда, лишь опалили адамантии и подожгли свитки, знамена и декоративные украшения, развешанные на огромном корпусе. «Да ладно тебе!» сказал Дантеох, «игра закончена! Мы могли бы драться до последнего воина, но что это даст?» Дридноут по-прежнему не шевелился. «Это не Голгис!» сказал Дантеох «Это право, кузнеца войны, решать, когда сражаться, а когда нет! Здесь нас победили! Продолжим войну в другом месте! А теперь иди сюда и помоги мне! Может, ты еще будешь рассказывать об этом!» Пока почтенный Вастополь, волоча подбитую искрящуюся ногу, перелезал через лежащие на полу тела, Тараж пробирался между мертвыми и умирающими. Все ангелойцы были мертвы, как и сны Дантеоха. Бушующее пламя уничтожило их. Благодаря своим доспехам катастрофу пережила лишь горстка легиона Састартес. «Враг приближается!» крикнул Тараж от входа. «Давайте, давайте!» подгонял Дантеох космодесантников, появлявшихся из дыма и развалин. Рядом с ним вдруг очутился Таврон Никодим. Его ранее безукоризненно чистый доспех весь был в копоти и крови. «Я думал, что это последний рубеж обороны», заметил Тетрар. Ультрамарин примирился с тем, что должен умереть здесь, забрав с собой как можно больше врагов. «Игра еще не окончена», ответил Дантеох. «Соберите свое оружие». «Куда мы направляемся?» «Сквозь стену». Дантеох постучал по стене блокгауза, умышленно спроектированное слабое место. «Вастополь!» Дредноут дохромал до стены и проломил кладку, навалившись на нее могучим плечом. На боевую машину посыпались камни и пыль. Выбравшись из пролома, Вастополь отступил, пропуская уцелевших легионеров. Кузнеца войны, железного полотина, брата сержанта Ингольда, братьев Толеда и Баубисту, ультрамарина Никодима и Капеллана Жнева. Сквозь отверстия виднелись крутые каменные ступени широкой лестницы, идущие параллельно стене и поднимающиеся к фундаменту Шаденхольда под сводами пещеры. Уцелевшие защитники крепости быстро зашагали по ступеням, в то время как почтенный Вастополь преодолевал их с трудом, ему мешала подниматься изувеченная нога. Лестничный колодец содрогнулся, донесся грохот. «Что это было?» подал голос Тараж. Мгновение они стояли в темноте молча, затем по камням прокатилась дрожь. Ступени у них под ногами заходили ходуном, по грубо обработанным стенам и потолку побежали трещины. «Это омниовиктрум», сказал Дантиох. Крендал, наконец, протащил своих титанов на позицию. Кузнец войны попытался представить себе изъеденных кислотой колосов оставшиеся боевые машины легио аргентума. Омниовиктрум был титаном типа «Властитель». Гора изъеденной ржавчиной брони, шагающая по пещере словно обстительный бог. По бокам у него находились орудия фантастических размеров, чудовищные инструменты разрушения, способные истирать с лица земли города и уничтожать богомашины врага. На его сутулой спине разместился целый небольшой город, изъеденные ржавчиной шпили, башни, платформы, база операторов и передвижные казармы для подкрепления, ожидающие своего часа. Обстреливают южный фасад Шовденхольда из орудий и турболазеров, прежде чем высадить войска. Властитель был огромным и достаточно высоким, чтобы достать до цитадели со дна пещеры. Он мог высадить целые орды железных воинов и пехотные части конюшек Бенесала, которые завершат осаду. Когда свежая кровь вольется через южную часть цитадели и соединится с Крендалом и его поредевшими силами на севере, сопротивление железных воинов, верных императору, будет сломлено и подавлено. Даже гениальная система Блэкгаузов, созданная Дантиохом, не спасет защитников Шаденхольда от резни, которая за этим последует. Ступени снова задрожали, сбив нескольких космодесантников с ног. Дантиох налетел на Тараша, который поддержал своего кузнеца войны. Остальные смотрели на потолок. На железных воинов градом сыпались камни, стены содрогались. Проход рушится, воскликнул Никодим, держа над головой щит. Он выдержит, заверил их Дантиох. Они находились в самом основании крепости, на потолке пещеры. Залпы орудий Омниа Викторум должны были заставить цитадель покориться, сотрясая ее до самого скального основания. От подножия лестницы снова донеслась стрельба. Болтеры и Лас Карабины в руках изменников легионеров и юнтарианцев четвертой на Дирмару. Враг, ворвавшийся в выпустевший Блок Гаус, последовал за ними через пролом на лестницу. Воины Крендала, крапкаясь по ступеням, вели огонь по лаэлистам. «Вперед!» крикнул Дантиох и продолжил подъем. «Кузнец войны!» услышал он оплик Тараша и, обернувшись, увидел, как его железный полотен бежит по ступеням вниз к почтенному ластополю. Хотя южная стена и устояла, она была частично разрушена, образовав завал, через который широкому корпусу Дредноута было не пролезть. Его бронированные плечи застряли между стенами лестничного колодца, и боевая машина оказалась в западне, намертво зажатая камнем и не находящая опоры для изувеченной ноги. На бронированную спину Дредноута обрушился вражеский огонь. Брат-сержант Ингольд и железный полотен схватили боевую машину за руки и изо всех сил тянули наверх. Под яростным огнем противника, для которого почтенный Вастополь стал отличной мишенью, железные воины отчаянно пытались высвободить друга. Вокс-передатчики Дредноута дрожали от стонов воина, замурованного внутри. Обезжалостные лучи Лазгана и болтерные заряды рывали в клочья его заднюю панель. Баубистера и капеллан Женеф сбежали по ступеням к боевой машине. Брат Баубистера запрыгнул на переднюю секцию саркофага и вскарабкался коротким толстым стволом орудий. Между могучим плечом Дредноута и сводом лестничного колодца он отыскал щель для своего болтера и начал отстреливаться короткими экономными очередями. Женеф подбежал к Вастополю и сходу врезался в Дредноута примерно посередине корпуса, надеясь, что от его удара боевая машина сдвинется с места. Капеллан потерпел неудачу. Почтенный Вастополь превратился в неподвижный предмет. Лишь огромная сила изменников Крендла сумеет сдвинуть его, а до той поры Дредноут превратится в стену из адамантия и керамита, разделившую противников. Тараж услышал знакомый жалобный воин. «Ракета!» крикнул он. Ракета врезалась в спину Дредноута, сбив с него Баубистру и исторгнув из груди почтенного Вастополя предсмертный рев. За первой ракетой последовали еще две, разрушившие бронированный панцирь саркофага. Теперь Вастополь стонал, уже не переставая. Огромное металлическое тело железного воина отказывалось ему служить. Дантиох затопал по ступеням вниз к Дредноуту. «Вытащите его оттуда», приказал кузнец войны. «Он умрет», ответил Жнеф, перекрикивая грохот боя. «Выполняйте!» Тараж взглянул на Дантиоха и его капеллана, потом на Таврона Никодима, ожидавшего на ступенях. «Милорд», сказал Тараж, «Для этого нам нужны специальные инструменты и магосгенератор Укхарт». Дантиох положил руку в перчатки на прохладный металл-саркофага почтенного Вастополя. Железный воин, находившийся внутри, продолжал стонать от боли через звук с динамики. «Вастополь, послушай меня», сказал кузнец войны. «Мы не бросим тебя, дружище. Нам нужно вытащить тебя отсюда. Можешь нам помочь». Силовой коготь Дредноута медленно поднялся между ними. Перекосившаяся боевая машина еще могла пользоваться этой конечности, но не более того. Сведя острее когтей вместе наподобие пики, Дредноут вонзил их в грудную пластину своего саркофага. Мощные поршни и гидравлика внутри руки сдвинулись с места и зафиксировались, заставив клешню раскрыться. Мощным усилием рука вновь была извлечена наружу. Барнированное тело Дредноута сопротивлялось самоуничтожению, но в конце концов пластина отодвинулась от корпуса машины в оспинах от попавших снарядов. Амниотическая жидкость хлынула из саркофага, залив ступеней и стоящих рядом космодесантников. Над разрушенной секцией выгнулась мощная электрическая дуга. Из отверстия повалил дым. Зловоние было невыносимым. Наружу вырывались небольшие язычки пламени. Провода и кабели дымились и искрели. Внутри словно утробный плод лежало то, что осталось от брата Вастополя. Воин-поэт был едва жив. Его пергаментная кожа сморщилась и сохлась. Исхудавшие руки напоминали руки скелета. Ног он лишился давным-давно. А костлявое тело было опутано трубками, жизнеобеспечения и импульсными разъемами, пролегавшими между дряхлом легиона с Астартес и его металлическим саркофагом. Достаньте его оттуда, приказал Дантиох. Капеллан Жнев и брат Толеда вытащили истощенного железного воина из саркофага, удаляя трубки, вставленные в рот между морщинистыми губами и желтыми зубами, и отсоединив контрольный провод, соединяющий импульсный интерфейс мозга с разбитым телом Дредноута. Два железных воина понесли Вастополя между собой, сплетя ладони в замок. Вастополь бессильно уронил руки на их керамитовые плечи, склонив влажную безволосую голову, обтянутую старческой кожей на грудь Капеллану. По опустевшему корпусу Дредноута застучали новые ракеты, и железные воины помчались вверх по каменным ступеням. Несмотря на крайнюю усталость после долгой осады, космодесантники двигались быстро. Их тормозили лишь ухудшающееся состояние и крайняя слабость Вастополя и сухой отрывистый кашель кузнеца войны, постоянный и изматывающий. Наверху лестницы они уткнулись в железный люк, ведущий на крышу. С большим трудом, осилив последние ступени, Дантеох велел открыть люк, и железные воины пролезли в него. Помещение, в котором они оказались, было просторным и темным. Кузнец войны повернул вниз массивный рубильник на каменной стене и вспыхнули лампы. Заурчали мощные генераторы, и застоявшийся воздух вокруг Леонас Астартес пришел в движение. «Закрой его!» сказал Дантеох брату Баубистре, указывая на люк. Пока кузнец войны шел через комнату, его засыпали вопросами. Это помещение не было блокгаузом, хотя в нем имелся собственный небольшой арсенал. Болтеры на подставках, ящики с боеприпасами, гранаты и несколько полных комплектов доспехов третьей модели. Кузнец войны, не обращая внимания на расспросы собратьев, углубился в работу за ближайшим руническим модулем. Сержант Ингольд, брат Толеда, будьте добры, облачите почтенного Вастополя в один из этих запасных доспехов. Это не спасет его, сказал Жнев своему кузнецу войны. Капеллан, прошу вас, пока еще есть время. Кузнец войны, я вынужден настаивать на объяснение, заявил Таврон Никодим, осмотрев помещение. Я думал, что мы отходим на очередные запасные позиции. А для чего ультрамарим отозвался Дентиох? Его пальцы скользили по глифам и рунам на пульте управления. Шаденхольд потерян, лоялистов, оставшихся в цитадели, сомнут подкрепления, присланные к Ренделлам. Аомния Викторум обратит все остальное в груду булыжников. Эта крепость подоила императору Ирабауту Желеману 366 древнетиранских дней. 366 дней, оплаченных олимпийской кровью, чтобы они смогли подготовить ответ на ересь и укрепить императорский дворец, чтобы обеспечить более благоприятный исход, чем у нас. «Каков наш план, милорд?» спросил Тараш, выражая в словах мысли всех остальных. Дантиоха осмотрел их похожее на пещеру убежище. «Это последняя из тайных стратегий Шаденхольда», сказал кузнец войны, завершающий итог любой осады и ответ врагу, который сумел заставить нас зайти так далеко. «Вы сказали, что крепость потеряна», напомнил Никодим. «В бою часто бывают моменты, когда мы можем воспользоваться слабостью наших противников. За время осады мы использовали почти все из них. Есть некая ирония в том, что слабее всего враг оказывается, находясь в всего нескольких шагах от победы. Он рвется закрепить успех, а его силы растянуты по всей территории. Сейчас мы собираемся воспользоваться этим». Как настаивал чемпион, «В осадном деле всегда нужно думать о том, чем все закончится. Мы должны учитывать возможность нашего поражения и готовиться к нему». Это помещение стало едва ли не первым, которое я построил при возведении Шаденхольда. Оно расположено в своде пещеры, прямо в скалистом основании крепости. Здесь находятся два важных устройства, выведенных на единый пульт управления. Первое небольшое телепортариум, подсоединенный генератором, чтобы поставлять необходимую энергию. Второе детонатор, который подключен проводами к взрывчатке, размещенной в наиболее уязвимых местах в основании цитадели. Остальное сделает гравитация. Дантьев помолчал, давая остальным проникнуться грандиозностью его плана. «Капеллан Жнеф, пожалуйста, приступайте к ритуалу телепортации. Наше путешествие не будет продолжительным, но место назначения важно». Пока капеллан шел перемещающим пластинам телепорта, Тараш помог ингольду и толеда поднять едва живого вастополя, закованного в броню. «И куда мы направляемся?» спросил у кузнеца войны Никодим. Ультрамарин не привык быть в неведении насчет тактики. На захват этой крепости противник бросил все, что у него было, и несомненно оставил без должной защиты свою собственную. «Мы телепортируемся на Бентус и захватим мостик благодаря внезапности и силе. Братья, время пришло, пожалуйста, займите свои места». Пока Тараш и два железных воина тащили силовой доспех с телом почтенного вастополя к пластине переноса, Никодим закрепил на плече свой штормовой щит. Потом ультрамарин неуверенно двинулся следом. Баубистера, припав шлемом к люку, сообщил, «Похоже, они прорвались к кузне с войны. Враги приближаются». «Прекрасно, брат Баубистера. Теперь присоединяйтесь к вашим братьям». Когда Баубистера проследовал мимо него, Дантиох привел в состояние боевой готовности взрывные устройства, запрятанные в скалистом основании Шаденхольда на потолке пещеры. Затем он подключил каналы связи на всех уровнях и вокс громкоговорителей цитадели. «Идрис Крэндалл», прошипел Дантиох, «Капитан, это твой кузнец войны. Я знаю, что ты здесь, где-то в моей крепости. Знаю, что ты водишь дружбу с предателями и прячешься за богомашинами Легио Титаникус. Столкнувшись со столь превосходящими силами, я говорю с тобой в последний раз и снова заявляю тебе, что эта крепость не будет служить интересам нашего нелюбящего отца или вероломного магистра войны. Но, капитан, я ошибался, когда говорил тебе, что Шаренхольд никогда не падет. Идрис, он падет». С этими словами кузнец войны отключил связь и включил пусковой механизм телепортатора и взрывного устройства. Заняв на площадке переноса место рядом с Никодимом и железными воинами, Дантиох оправил свой плащ. Включив дерматизацию маски, кузнец войны заморгал отвоцарившийся внутри тьмы и почувствовал, как его затягивает вар. Ему казалось, что он слышит первые разрывы, мощные, рвущие стратегические слабые места в основании крепости. Закрыв глаза, Дантиох среди ужасов телепортации представлял себе то, что, как он всегда знал, ему не удастся увидеть. Падение Шаденхольда, его буквальное падение с потолка пещеры, триллионы тонн камня и замысловатой архитектуры, падающие на скалистое дно и увлекающие за собой тысячи изменников, железных воинов и имперских солдат, обеспечивших захват Шаденхольда. Последний вызов крепости, исполненный в гравитации, огней и камней, упасть и похоронить под своими обломками, исполинской грудой окровавленных камней, могучий омня викторум и иные подобные ему бога машины. Разгерметизировав маску, Дантиох оглядел пусковую палубу флагманского корабля Бентас. Палуба была практически пуста. Большую часть громовых ястребов и грозовых птиц использовали для доставки пополнения и воздушных атак на Шаденхольд. Грозовая птица, вокруг которой материализовались железные воины, была бледно-зеленой, с эмблемами и знаками, говорившими о ее принадлежности сынам Хорруста. Личный транспорт газгрубала серописа. Тараж спустился по рампе грозовой птицы, неся телепортационный пеленгатор. Дантиох распорядился тайно установить его на корабле. во время встречи с Крендалом и капитаном сынов Хорруса в большом реклюзиуме. «Как мы проберемся на мостик?» спросил капитан Жнев. «С минимальным кровопролитие, насколько это возможно», ответил кузнец войны. «Это флагман 51-й экспедиции. Железные воины на его палубах привычное зрелище. Не будем нарушать его». «А он?» Тараж говорил о Тавроне Никодиме. «Несмотря на копоте кровь, все равно было видно, как сверкает доспех ультрамарина. Члены экипажа не станут задавать вопросов региона со Стартес. Дантиох целеустремленно зашагал по палубе в сопровождении лоялистов. Космодесантники боролись с желанием скинуть болтеры. Старались вести себя спокойно и естественно. Брат Толедо и сержант Ингольд несли обмякший доспех с почтенным Вастополем, что делало похожими на штурмовую группу. На борту не было видно легионерс Астартес. Почти всех железных воинов отправили штурмовать Шеттенхольд. В основном космодесантникам попадались навстречу штабисты и члены многочисленной команды корабля. Немногие из этих смертных осмеливались кинуть взгляд на фигуры полубогов после суровых порядков, установленных Кренболом. Так что до командной палубы лазутчики добрались без приключений. Стратегия Дантиоха была столь отважной и дерзкой, что никому на борту Бентаса даже в голову не пришло, что на них напали. Молчаливое и неспешное продвижение группы к мостику прервал неожиданный вой сирены. Откуда-то сразу появились болтеры, и железные воины мгновенно заняли оборонительные позиции. Отставить, вилял Дантиох. Впереди послышался стук бронированных башмаков по палубе. «Мы не обнаружены и на нас не нападают», сказал Дантиох. Борясь с прирожденными инстинктами и чувством уязвимости, железные воины опустили оружие. Переди них по пересекающемуся коридору промаршировал небольшой отряд ветеранов из 14-й великой роты Крэндалла. Когда их шаги затихли, кузнец войны повернулся к собравшимся ветеранам. К этому моменту, пояснил он, те, кто уцелел на Малом Дамантине, доложили о полном разрушении крепости, гибели Крэндалла, сил магистра войны и Омния Викторум. Кто бы ни был здесь за старшего, он хочет получить визуальное подтверждение немыслимого доклада. Численность противника, с которым нам придется иметь дело, уменьшилась еще на пять легионов Астартес. Дантиох уверенно зашагал по лестнице, ведущей на мостик. С флангов его прикрывали брат Баубистра и железный палатин. Когда кузнец войны поднялся на самый верх и увидел огромный мостик Бентаса, им снова обладел приступ кашля, мучительные спазмы, привлекшие всеобщее внимание и заставившие все головы повернуться к нему. На мостике кипяла жизнь, корабельные старшины и хилые сервиторы трудились в хитросплетениях рунических модулей, кагитаторов и блоков управления, занимавших большую часть командной палубы. Два железных воина в доспехах Максимус стояли на страже у арочного входа на мостик, а лорд командующий четвертым юнтарианским Надир Мару Варсанг Габрунд совещался с офицерами в тюрбанах своим тактическим штабом. Лорд командующий был таким же, как его запомнил Дантиох, рассеянно теребил бороду и бросал на подчиненных острые взгляды, исполненные желчного скептицизма и недовольства. Эпицентром суматохи, местом, куда стекались донесения и информация, были три сына Хоруса, надменно ухмыляющиеся, смуглые ктонийцы с коварным выражением лиц. Один сразу понял то, чего не сумели распознать другие на Бентасе. Перед ними угроза в лице вражеского кузнеца войны Барабаса Дантиоха. Баубистер и Тараш ворвались на мостик вслед за своим господином. Приставив стволы к вискам стражников, они приказали своим олимпийским братьям бросить оружие и опуститься на колени. Оставив свою ношу, сержант Ингольд и Толедо выскочили вперед с болтерами на изготовку и наставили их на сынов Хоруса. Двое предателей, стоявшие по бокам от гаструбала, выхватили болт пистолеты и на шумном доселе мостике все застыло. Капитан Изменников что-то возмущенного пил, пока железные воины и сына Хоруса не сводили друг с друга глаз. Учитывая, что капеллан стоял на коленях возле умирающего Вастополя, а Дантиох цеплялся за поручень, заходясь кашлям, искать выход из положения пришлось Таврону Никодиму. Чемпион ультрамаринов вышел вперед. Он был единственным, кто двигался на застывшей командной палубе. Никодим храбро прошел мимо взбешенного лорда командующего Габруна, кричавшего «Не стрелять на мостике!» к своим противникам полубогам. Лицо газдрубала Сераписа, исказилось от ярости и смятения. Уничтожение малого Дантиона и появление Дантиоха с его железными воинами на корабле само по себе было невероятным. А теперь перед ним стоял один из сыновей Желемана, таинственный ультрамарин, вмешавшийся в дела магистра войны и, несомненно, приложивший руку к сопротивлению железных воинов на этой планете. Газдрубал попятился к одному из огромных стрельчатых окон, возвышавшихся над мостиком. Лишь толстое стекло отделяло капитана космодесантников от рождебной пустоты за бортом. Два его телохранителя остались на месте, продолжая держать на мушке приближающегося Никодима. Газдрубал взглянул на железных воинов, чье оружие было нацелено на мостик и на него, стоявшего на фоне огромного окна. Габрун продолжал вопить от страха. Газдрубал кивнул, уверенный, что железные воины не настолько глупы, чтобы открыть пальбу, рискуя разбить смотровой экран и обречь всех на верную гибель. «Убейте этого проклятого ультрамарина!» яростно приказал он. Сыны Хоруса открыли огонь. Железные воины стянули болтеры, намереваясь ответить тем же. «Не стрелять!» выдавил Дантиох между выворачивающими его наизнанку приступами кашля. Учитывая, что его воины стояли лицом к сводчатым окнам мостика, он не мог допустить, чтобы случайный выстрел пробил корпус корабля. Никодим сорвал с наплечного крепления мощный штурмовой щит и прикрылся им. очень вовремя, за миг до того, как прогремели болтерные очереди изменников. Едва заряды ударили в лазурную гладь щита, Тетрарх активировал защитное поле. Меткостью сынов Хоруса можно было восхищаться. Каждый снаряд попал в цель, и не находись никодим под прикрытием штурмового щита, его бы изрешитили бронебойные заряды. По мере приближения к предателям, прицельность их стрельбы возрастала, и силовое поле щита не выдержало. Один из выпущенных космодесантниками смертоносных зарядов с адамантиевым сердечником пробил доспех и ударил ультрамарина в плечо. Чемпион Желемана продолжал наступать, и лицо Газдрубала еще больше исказилось от ярости. Он не верил своим глазам. Сыны Хоруса заменили опустевшие магазины болтеров на новые и продолжали стрелять. Однако Тетрарха ничто не могло остановить. Когда космодесантники Газдрубала опустошили магазины во второй раз, Никодим получил ранение в бедро, грудь и плечо. Щит и доспех ультрамарина оказались пробиты. Силовое поле зашипело и рассеялось от перегрузки. И чемпион ультрамарина, бегом преодолев последние метры командной палубы, сошелся в рукопашную с сынами Хоруса. Отчаявшиеся предатели схватились за своих Никодим уже держал в руке Гладиус. Его бронированная ладонь стала скользкой от крови, стекавшей из тяжелой раны в плече. Проскользнув между двумя легионоса Стартес, Никодим ударил первого щитом. Он почувствовал, как вражеский меч рубанул по истерзанным доспехам и ударился на Хоруса снова. Выпрямив руку и отталкивая противника щитом, как открывшейся дверью, ультрамарин позволил предателю нанести один-единственный яростный удар. Меч пронзил воздух между локтем и боком чемпиона, а Гладиус Никодима обрушился сверху, отсекая бронированную руку космодесантника. Перчатка и меч со звоном упали на палубу. Никодим поспешил закрепить свое преимущество и обрушил на предателя серию ударов, нанося их кромкой щита по шлему противника. Оглушенный сын Хоруса поскользнулся на собственной крови и рухнул на палубу. Пнув бронированной ногой лицевую пластину шлема, ультрамарин перевернул упавшего. Затем, встав над лежащим ничком противником, занес нижнюю кромку прямоугольного щита над его горлом. Взглянул на Газдрубала и его единственного оставшегося охранника, дерзко вставшего между ним и своим господином, и нанес удар. Раздался тошнотворный хруст, и кромка щита перерубила предателю шею. На мгновение ультрамарин остановился, чтобы отдышаться. Его бронированная грудь то тяжело вздымалась, то опадала от напряжения. Потом он скинул огромный щит и ринулся на второго охранника. И снова Никодим ощутил, как более легкий, тонийский клинок бессильно скользнул по простреленному щиту. На этот раз чемпион не остановился и просто впечатал щитово окна. Зажатый между окном и ультрамарином предатель выпустил из рук оружие и попытался ухватиться за край щита керамитовыми пальцами. Никодим ударил его о стекло повторно и в третий раз. Наконец сыну Хоруса удалось зацепиться за щит. Он хотел оттолкнуть его в сторону и схватить противника за горло. Но ничего не получилось. Отведя Гладиус назад, Никодим пробил острием меча изнанку штурмового щита и пронзил стоявшего за ним космодесантника. Раздался вздох, легкий и едва слышный. Выдернув клинок, Никодим отступил, давая возможность щиту и сыну Хоруса рухнуть на палубу. Газдрубал отвернулся. Как и все на мостике, капитан решил, что ультрамарин собрался вышвырнуть космодесантника в окно, разбив толстое стекло и впустив внутрь вакуум. Он со страхом смотрел на чемпиона Желемана. Никодим прошел мимо него с окровавленным гладиусом в руке. Он отстегнул шлем с плюмажом и снял его с головы. Исчезли смертоносная грация и патрицианская невозмутимость. Ультрамарин сплюнул кровь на палубу. Болт-пистолет в руке Газдрубала задрожал. Железные воины окружили их обоих, наставив болтеры на предателя. «Игра окончена», объявил Дантиох. И его мрачный настойчивый голос перекрыл гомон, царивший на мостике. Газдрубал повернулся навстречу холодной и зловещей железной маске Дантиоха. «Ты проиграл», сказал кузнец войны своему врагу. Болтерный пистолет Газдрубала выпал из его керамитовых пальцев. Когда Толедо и сержант Ингольд взяли пленника под стражу, Никодим убрал гладиус в ножны и заковылял по мостику в обратную сторону. Лорд, командующий Габрун, все еще яростно протестовал. Полубог успокоил офицера, лишь приложив палец к его губам. Никодим присоединился к Дантиоху на палубе возле почтенного Вастополя. Кузнец войны велел Тарашу принять командование на мостике. Ингольду и Толедо поручились речь изменника Газдрубала и подготовиться к его допросу. Капеллана Жнева и брата Баубистру приставили к Варсангу Габруну проследить, чтобы оставшиеся у лорда командующего войска и экипаж Бентаса приняли сравнительно бескровную смену власти и новые приказы. Я могу чем-нибудь помочь кузнец войны, спросил Ультрамарин, стоя над двумя воинами, оставшимися в живых после мира крепости Голгиса. Дантиох даже не взглянул на Тетраха. Его глаза не отрываясь, смотрели шлема Вастополя. Старец в доспехах неподвижно застыл на полу, прислоненный к стене. К тусклой коже черепа прилипли редкие седые волоски, лицо испещили преждевременные морщины, молочно-белые глаза подергивались и блуждали. «Наш благородный брат уходит», произнес Дантиох. Его голос звучал глухо, и в нем слышалось горечь одиночества и скорбь утраты. Почтенный Вастополь не только пережил ужасное нашествие к Хрудов на Голгес. Он противился холодному зову смерти и, несмотря на старческую немощь, нашел способ стать полезным своим братьям. Раньше времени вырванный из своей металлической гробницы, Вастополь все еще цеплялся за жизнь, до этого мгновения. «Он был нашим храникером», сказал Дантиох, «и хранил память о славных победах». Однажды на Голгесе он сказал мне, что истории из прошлого дают нам силы выдержать настоящее, подобно тому, как укрепления или крепости возводятся на твердыне древней скалы. Я не обладаю его даром. То, что он выразил бы словами, делаю в железе и камне. Однако я живу, чтобы рассказать правду о последней победе железных воинов, триумфе четвертого легиона, верного императору. Он хотел бы, чтобы история продолжалась, но, увы, у Гурема закончил Дантиох. Она, как и история нашего легиона, подошла к концу. Кузнец войны, медленно начал Никодим, не обязательно должно быть так. Я заверил вас, что у Желемана есть план. Вы справились со своей частью, железный воин. Лорд по-прежнему нуждается в вашем мастерстве. Империум слаб, Дантиох. Глаз железного воина смог бы заметить слабость, а его верная рука вернуть силу. Чего вы еще хотите от меня, спросил кузнец войны. Встать плечом к плечу с моим лордом, Желеманом, и помочь ему укрепить императорский дворец. Укрепить дворец, повторил Дантиох. Да, железный воин. Пиртураба заставит нас дорого заплатить за такие штучки. Возможно, торжественно произнес Никодим, но я полагаю, что гениальность вашей сегодняшней победы лежит в осознании того, что Шаденхольд при всем его великолепии непременно падет. Лорд Желеман разделяет ваши взгляды. От подобных случайностей может зависеть будущее человечество. Ультрамарин смолк, давая возможность остальным оценить грандиозность идеи. Дантиох не ответил. Он смотрел, как последние искры жизни покидают тело его друга и боевого брата. Покрытые коросты веки затрепетали. Глаза закатились и медленно закрылись. Тихий шелест затухающего дыхания покинул уста воина-поэта. Прежде чем окончательно покинуть мир, почтенный Вастополь услышал слова Дантиоха, обращенные к ультрамарину. Ты говоришь об искусстве разрушения. В этом потомки Пертураба не имеют себя равных. Мы неудержимы в бою и не превзойдены в осадном искусстве. Покажи мне дворец и я скажу тебе как железный воин сможет им овладеть. А затем поведаю как ты сможешь меня остановить. Не знаю долго ли мне придется служить империуму но обещаю тебе одно. Сколько бы железа ни осталось в этой старой броне оно твое. Железо внутри железо снаружи железо повсюду Империи возвышаются и гибнут. Я сражался с древними обитателями галактики и мои братья из легиона Састартес будут сражаться тоже. Их ждут новые опасности и угрозы о которых мы пока не подозреваем. Мы железный империум и железо вечно. Когда наша плоть будет забыта став жертвой врага того что снаружи или внутри нас железо продолжит жить. Разрушатся людские муравейники и стлеют мощные флотилии и еще долго после того как наши отполированные кости обратятся в прах под дуновением легкого ветерка оружие и доспехи будут жить. То что осталось от воинской расы железо лоялистов и железо предателей они поведают нашу историю чтобы предостеречь тех кто придет следом. Железу нет дела до веры и ереси железо вечно. Наши доспехи мечи и болтеры будут гнить в песках какого-нибудь далекого мира потускнеют и покроются ржавчиной их блеск померкнет серое станет коричневым коричневое красным среди медленно тлеющих обломков нашей империи железо возвратится к своему исходному состоянию возможно для того чтобы быть использованным снова какой-то другой глупой расой и хотя слабость плоти подвела меня как подведет в конечном счете и моих собратьев наше железо будет жить ибо железо вечно железо рождает силу сила рождает волю воля рождает веру вера рождает честь честь рождает железо такова нерушимое летание и да будет так во веки веков лети наше железо спуск по динс наше железо и за во Продолжение следует...